Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о штрафах для новичков и новых знаках. Гаишники наконец-то определились со штрафами и ограничениями для начинающих водителей. Тем гражданам, чей водительский стаж составляет менее двух лет, будет строго запрещено буксировать другие автомобили. А малоопытным водителям мотоциклов запретят перевозить пассажиров. Автомобилисты-новички обязаны будут повесить на свой автомобиль специальный знак в виде желтого квадрата с восклицательным знаком. Мотоциклистам этот знак вешать некуда, наверное, придется лепить на шлем. Штраф за нарушение — 500 стандартных рублей. От идеи ограничить максимальную скорость на отметке 70 км в час решили отказаться, ведь камеры видеофиксации не способны определить стаж водителя. В ГИБДД они исключают, что в будущем штрафовать будут больше. Например, за нарушение ПДД с новичков будут брать по двойному тарифу. А еще запретят им управлять мощными автомобилями и запретят выезжать на скоростные трассы. Господи, бедные, ну и достанется же вам. А вот еще и забавного. В Москве и Санкт-Петербурге планируется провести реформу дорожных знаков. Их планируют сделать меньше, чем сейчас. Инициаторы изменений кивают на опыт наших европейских партнеров, в частности на Бельгию, где красота и порядок. Оказывается, большие дорожные знаки портят городскую эстетику, а иногда еще и пугают водителей. Если все заинтересованные стороны согласятся, то маленькие знаки мы увидим уже в следующем году. Но тут возникает резонный вопрос. А нет ли прямой связи между размером знака и его читаемостью, особенно в плохую погоду и ночью? Эстетика эстетикой, но как же тогда безопасность движения? Говоря о той же Бельгии, неплохо было бы вспомнить ее размеры и размеры ее городов. Да и зимы по полгода там не наблюдается. Но есть и более позитивные новости. Скоро владельцы электромобилей получат свой собственный знак. Он будет информировать о наличии рядом электрозаправки. Дело за малым, осталось их построить. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.